пам-пам давненько не виделись а возможно кто-то из вас уже стал призером просто еще об этом не знает в общем поздравляю с прошедшей олимпиадой давайте здесь разберем ее значит запуская на час раньше запланированного соответственно о так так звук забыл выключить вот начинаем на час раньше у нас сегодня в 1800 старт интенсива к физтеху поэтому дайте привет напишу из тех а вот ссылка в описании поэтому очень важно нам успеть до какого-то разумного времени все разобрать вот чем раньше начнем тем больше мы сможем разобрать пока делитесь в комментариях впечатлениями об олимпиаде собственно мне кажется что задачи были более чем адекватными вот так что давайте давайте прямо с первой задачи начнем разбирать не все подряд да то есть ну смысле я так восемь задачи решил уже кажется две задачи еще ну не особо смотрел вот поэтому пока подряд потом может быть что-то где-то пропустим да потому что понятно что сложность задач может быть не линейная так сейчас я себе выведу вот здесь задачка и начнем так нет не здесь погодите вот они ну смотрите первая задачка все члены геометрической прогрессии положительны сумма первых 15 членов равна 58 сумма обратных величин равна 14 с половиной ну как бы на курсе мы естественно прогрессии проходили я думаю что любой кто занимался на курсе но без проблем решит на интенсиве не повторяли но потому что конечно очень много тем которые нужно посмотреть да но если вы в целом хотя бы помните как считается сумма геометрической прогрессии а должны вы помнить да если вы в принципе на что-то претендуете я думаю что задача для вас не самое сложное но смотрите да давайте сделаем стандартно то есть пусть первый член это b дальше у нас bq bq квадрат и так далее вот такая у нас геометрическая прогрессия что значит что все члены положительны тогда у нас получается чтобы больше нуля а давайте подпишу что первая задача б у нас больше нуля а нику тогда тоже больше нуля очевидно потому что чтобы второй член был положительным нам нужно чтобы q тоже было больше нуля вот так а сумма первых 15 членов давайте писать формулу b плюс bq плюс bq квадрат плюс и так далее плюс bq в 14 до значит это b на один плюс q плюс и так далее плюс q в 14 ну и применяем формулу суммы геометрической прогрессии что у нас получается b на q в 15 минус 1 делить на q минус 1 вот такая у нас формула перепишу чтобы не накладывались друг на друга эти условия все правильно написал да да если что я говорю решил 8 задач но я почти ни в какой из них не доводил до ответа поэтому стараемся если что находить у меня какие-нибудь опечатки вот если я где-то обсчитаюсь то пишите об этом в комментариях а и комментарии сейчас я побольше сделаю так да ну и конечно какие-то прогнозы я смогу сказать когда мы хоть какие-то задачи разберем вот там разберем 56 задач например и что-нибудь скажу насчет прогнозов итак нам говорят что сумма первых 15 членов равна 58 значит это равно 58 окей сумма обратных величин этих членов равна 14 с половиной но тут самое главное заметить что это тоже геометрическая прогрессия да давайте вам я сумму сразу напишу обратных величин то есть 1 делить на вот такую штуку мы рассматриваем на одну делить на b мы выносим и у нас получается здесь вот такая сумма вот получается 1 делить на b у нас все еще вынесено и мы получаем геометрическую прогрессию с знаменателем 1 делить на q поэтому я могу вот так написать это 1 делить на q 15 минус 1 делить на 1 1 кутая минус 1 вот кстати да из интересного вообще должен был сказать про то что формулу мы не всегда можем написать у нас есть такое ограничение что должна быть непостоянная геометрическая прогрессия то есть q не должно равняться единице наверное понятно что если бы она была постоянной то у нас бы сумма не была равна сумме ну то есть если бы сумма была равна 58 каждое число было бы по 58 15 вот и соответственно сумма обратных было бы 15 58 на 15 вот поэтому я могу считать что q не равно единице и соответственно использовать эту форму ну вот ну собственно да найти нам нужно 8 член прогрессии 8 член прогрессии это получается b q в 7 то есть что-то типа среднего геометрического до видимо всех этих чиселах нам нужно найти давайте вот это условие немножко преобразуем данным говорят что это 14 с половиной 14 с половиной до ну да множим наверно просто числитель и знаменатель на q в 15 посмотрим что у нас получится значит у нас второе условие превращается в 1 бета на 1 минус q в 15 делить на q в 14 минус q в 15 и это равно 14 с половиной это второе условие а первое условие ну как и было б на q в 15 минус 1 делить на q минус 1 равно 58 вот такие вот условия здравствуйте здравствуйте я не знаю какой это вариант если честно ну не важно понятно что все вариант они там отличаются константами поэтому если что как бы ну просто под себя константы переведете ну понятно что вы в любом случае сможете проверить общий ход решения задачи вот а если там что-нибудь с константами не так то ну если у вас другие были можете пересчитать разве что у вас там может быть какая-то арифметическая ошибка так ну что вот такую вот штуку мы получили с вами давайте смотреть в чем отличие да в чем отличие между этими двумя числами вот у меня есть и там и там q в 15 минус 1 но правда здесь с противоположным знаком да давайте наверно еще так сделаю у меня вот вычитается q в 15 я буду иску в 15 вычитать единицу лучше я скажу что это одна бета на q в 15 минус 1 делить на q в 15 минус q в 14 а ну наверно можно даже q в 14 вынести до q в 14 на q минус 1 правильно вот так ну я просто на минус 1 домножил числитель и знаменатель понятно что от этого по сути ничего не поменялось одно условие другое в чем отличие то есть почему здесь 14 с половиной здесь 58 как мы из одного получаем другое ну например как из этого мы получаем ну ладно вот из этого вот это понятно что мы на что-то умножили давайте посмотрим внимательно мы умножили на b квадрат чтобы вместо одной б этой получилось b а еще у нас получается q что q в 15 минус 1 делить на q минус 1 одно и то же совпадает мы должны избавиться от q в 14 значит мы умножаем еще на q в 14 то есть смотрите из вот этого чтобы получить вот это мы умножаем на b квадрат на q в 14 но тогда то на что мы умножили равно отношению этих чисел ну по сути я вот это поделил на это и сказал что это 58 делить на 14 с половиной вот ну а это почти наш ответ потому что нам нужно найти восьмой член это b кв в седьмой соответственно нужно извлечь здесь корень кажется они еще немножко сокращаются да потому что что такое 14 с половиной в нем есть множитель 29 это 29 на одну вторую короче от четверка если я умею считать да это четверка ну поэтому по идее извлекаем корень и получаем что b на q в седьмой равно плюс минус 2 но напомню что у нас все числа положительные поэтому естественно подходит только плюс двойка все это единственное которое нам подходит в этом варианте у меня получился ответ 2 ну и задача ну может для первой там два-три года назад ожидали бы что-то совсем простое но в целом такая абсолютно честная типа запишите два условия посмотрите в чем отличие и как бы решите задачу что думаете насчет первой задачи халява разбор изомруда не знаю посмотрим посмотрим мне бы хотелось но я не знаю когда если забыть случай с q равно единице сделал ну как я не думаю что если вот вы забыли написать q равно не равно единице не разобрали этот случай то вам поставит ниже чем плюс минус понятно что по хорошему надо разбирать q равно единице еще раз как я разобрал q равно единице кто вдруг не проследил я говорю что ну собственно мы не можем применять формулу если все члены геометрической прогрессии равны но нам при этом говорят их сумму поэтому мы получаем что каждый равен по 58 15 но соответственно обратно это 15 58 их сумма будет вот такой это не равно 14 с половиной это точно меньше поэтому q не может равняться единиц для десятого класса понятно что может быть трудновато но ладно у вас есть еще следующий год в крайнем случае можно не применять формулу тут смотрите да я во первых это не какой-то официальный разбор то есть ну что сам решил какие задания увидел то и разбираю могу где-то накосячить немножко надеюсь что реально немножко вот поэтому у вас конечно мог быть другие решения ну что погнали дальше да давайте считать что первую задачу мы разобрали здесь все замечательно ну смотрите во втором вот вот еще раз у вас по идее в любом варианте я думаю что вот такой ответ должен получаться типа корень из отношения произведений вот я думаю что это формулка должна быть примерно одинаковый и соответственно просто подставляете и все так ну что же давайте дальше вторую задачку разберем вот я видел что кто-то в чате телеграма жаловался что не было графа не было то чешки но зато была задача на принцип дирехлер мы такое ботали надеюсь что справились вторая задача более чем адекватная бывало и сложнее на этой позиции у меня все есть третьего вариант ребят видимо ну потому что я просто один вариант взял затехал и вам сейчас разбираю на доске написаны числа 123 так далее 36 так влезает вообще на нормально 36 за одну операцию саша может выбрать два числа на доске стереть их и записать на доске сумму стертых чисел то есть а и б он превращает в а плюс б такими операциями он хочет добиться чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел сумма которых равна 37 ну сумма одного числа тоже 37 понятное дело какое наименьшее количество операций придется сделать саша ну друзья давайте так а намек тут ясен нам надо чтобы не осталось чисел суммой 37 как минимум я вижу дофига пар суммой 37 правда давайте мы разобьем все числа на пары суммы 37 то есть 136 235 334 433 и так далее что у нас в конце будет 37 пополам это примерно там 18 с половинкой то есть последняя пара это 1819 а предпоследние это 1720 вот у нас с вами таких пар 18 и в каждой паре надо что-то испортить каждой паре надо испортить хотя бы одно число плане оно должно быть стерто если у нас хотя бы одна пара останется полностью то будут два числа суммой 37 а что я делаю за один ход сколько пар я могу испортить за одну операцию за одну операцию мы портим но вообще мы берем два числа их складываем то есть по сути мы вычеркиваем два числа они заменяются на сумму но как бы не факт эта сумма нам будет мешать не будет фиг знает но получается за одну операцию мы портим максимум две пары два числа то есть максимум две пары но тогда очевидная оценка на количество испорченных пар точнее на количество операций нам нужно испортить 18 пар за одно действие мы портим максимум две пары значит действие должно быть хотя бы девять тогда действие хотя бы девять то есть за меньшее количество действий у вас просто хотя бы одна пара останется не испорченной если у вас действие 8 вы испортите максимум 8 на 2 16 пар а у вас их 18 значит действие хотя бы 9 так оценка есть задача на оценку плюс пример соответственно оценка случилось но пример тоже на самом деле кажется есть вот давайте прикинем если эта оценка работает если она точная то нам каждым ходом нужно портить два числа из разных пар можно либо большие портить либо маленькие но маленькие если оставлять то у вас может получиться сумма там 10 маленьких чисел равна 37 ну чисто в теории поэтому давайте лучше маленькие буду портить портить а портите их мог буду так единицу сложим с числом 18 двойку с числом 17 тройку с числом 16 и так далее 9 действиями я буду складывать числа суммы 19 и тогда после 9 действий знаете что мы получим мы получим дофига чисел суммы 19 ну а следующий уже хотя бы 20 21 и так далее в нашем примере вот что мы получили ну никакое одно число 37 не равно а если мы сложим два числа то их сумма хотя бы 19 плюс 19 то есть хотя бы 38 то есть если мы складываем отсюда два числа их сумму уже хотя бы 38 а значит никакой группы чисел с суммой 37 нету нет чисел с суммой 37 я вижу что в комментариях и другие задачи между собой обсуждая я понимаю что хочется но давайте так а по возможности по возможности в чате сейчас про текущую задачу а если про другие хотите между собой поговорить то в телеграм-канал там есть дискуссия чатик вот туда или в вк 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 у нас тоже есть беседа бесплатный интенсив коммо который я проводил вот ну соответственно идите туда поговорить 1 и 35 333 чуть сложнее объяснять почему будет работать андрей потому что вы же оставляете двойку четверку шестерку и так далее не очень понятно почему несколько таких чисел не дадут в сумме 30 а внутри 7 не дадут потому что они как минимум четные да но возможно возможно понятно что это не единственное решение наверняка есть другие да 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 уже понял что у нас получается о александр владимирович зашел вероятно только удалил свое сообщение вы можете мне написать если что в телегу если хотите никому не буду говорить кто вы такой но читать иногда могу а отчетность да ну да 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 вот ну вот я с величиной на чисел работал и у меня соответственно вот такой вот примерчик получился так все ли понятно тут как оцениваете задачку ну во первых очень красивая мне прям реально понравилась задачка такая и оценочка разумный примерчик чуть-чуть прикинуть мозгами да и вот как бы вы знаете что надо из каждой пары по одному числу испортить ничего не такое получается по моему задача кайф и совершенно ничего страшного что не было там графа или теории чисел какой-то ну тут тоже в каком-то смысле то чем вот да 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 карик да можно действительно было все нечетные числа испортить уже даже неважно какие там пару нас просто 18 нечетных чисел разбиваем их на пары с четной суммой и все вот ну просто у меня как бы вот такая оценка и из этой оценки я конечно придумал именно такой пример вот но наверное пример с испортить все нечетные числа он даже какой-то более простой что ли получается халява x2 да ну что давайте следующую смотреть я думаю что прям третью решим то есть пока я перескакивать не хочу через задачи давайте глянем третью здравствуйте здравствуйте партию новогодних шаров необходимо сложить в коробке так чтобы в каждой коробке лежали шарики если использовать коробки вместимостью 100 шаров то ровно одна коробка останется не полностью заполненной про третье получилось так не бывает максим у меня в этом варианте по моим прикидкам тоже так получилось пока что вот но возможно я где-то обсчитался я там свел до какого-то перебора но сейчас будем разбираться кто-то еще писал что была опечатка в одном из вариантов как раз кажется в третьем и в третьей задаче вот поэтому возможно вы меня сейчас поправить и какое там должно было быть условие если кто-то писал третий вариант ну сейчас разберемся может быть я вря наговариваю может быть все хорошо я вот как у меня было примерно 40 минут чтобы порешать задачи так что значит партию новогодних шаров надо сложить в коробке окей если использовать коробки вместимостью 100 шаров то ровно одна коробка останется не полностью заполненной давайте это условие сразу записывать через s обозначим количество шаров пусть s это число шаров ну и мне еще надо видимо знать количество коробок давайте количество коробок в первом случае обозначим буковкой n понятно что дальше она будет неизвестно через эту букву в одном случае надо на 11 больше использовать потом еще на 5 n это число коробок в первом случае тогда что получается давайте число полных коробок лучше число полных коробок так будет чуть удобнее то есть всего коробок тогда n плюс 1 тогда всего их n плюс 1 так значит n полных коробок полных лежат по 100 шаров тогда у нас 100 n шаров плюс какой-то остаточек потому что еще одна коробка у нас не пустая плюс какой-то остаток r я даже могу сказать что это число r больше нуля и меньше 100 ну как и остаток при делении да как обычно он себя ведет он должен быть больше нуля меньше сотни так теперь дописываем два других условия если раскладывать в коробке по 70 шаров то их получается на 11 больше и одна коробка снова остается незаполненной тогда s равно 70 на n плюс 11 плюс какой-то другой остаток ну то есть напишу s может быть r и s равны но вообще не факт про s я уже могу сказать что она от 0 до 70 r не 0 потому что ну наверное нам бы тогда сказали что эта коробка просто не использована нам бы сказали что просто ну то есть не полностью заполненная наверное все-таки подразумевается что не пустая я вот так если честно условия понимаю но если даже 0 ну там разберемся какой-то еще один случай это не так страшно вот ну просто как бы было бы странно писать что нам нужно использовать типа 10 коробок и при этом на самом деле шарики лежат в 9 просто одна пустая ну типа чё за фигня поэтому я думаю что так но если если хотите можно больше либо равно написать это не страшно так и и последнее условие если же взять еще на 5 коробок больше но вместимостью 60 шаров то все коробки будут заполнены вот здесь можно ошибиться здесь можно сказать ага ну значит по 60 теперь ну значит умножаем на n плюс 16 потому что мы взяли на 5 коробок больше почему я не прав почему это обман сейчас мы напишем всякие неравенства все что надо первые две задачи разобрали да если что в записи посмотрите вот ну как бы стрим то останется на самом деле должно быть плюс 17 вы правы дело в том что это как раз вот еще плюс одна коробка если до этого у меня был остаток у меня получалось неполная коробка то как бы почему она теперь совсем пропала на самом деле она теперь полная то есть ее мы здесь тоже должны учитывать то есть реально здесь коробок было n плюс 12 а не n плюс 11 n плюс 11 полных и еще одна n плюс 12 значит на 5 больше это n плюс 17 вот так да должно быть в одном случае плюс 11 а здесь плюс 17 возможно я кого-то сейчас расстроил ну сорян сорян вы сами зашли на разбор наверное чуть позже вы бы увидели в официальных решениях так ну окей наверное я напишу просто три равенства значит 100 n плюс r равно 70 n плюс 770 плюс s и равно но так сложно 60 n плюс 6 на 17 это 102 кажется да 1020 подстава да тут есть такой момент еще раз да кто не понял у нас здесь коробок n плюс 12 у нас n плюс 11 это количество полных коробок есть еще одна из за которой мы написали остаток поэтому всего коробок получается n плюс 17 где брал вариант указан без первого бланка да наверно разберутся на самом деле я думаю что должны разобраться вот ну если это ваш единственная ошибка ничего страшного сильно не переживаете сейчас вот ну как бы ну бывает давайте чуть преобразуем наверно 60 n например отнимем отовсюду 40 n плюс r равно 10 n плюс 770 плюс s и равно 1020 так насчет р и с смотрите у меня здесь все числа делятся на 10 ну как минимум сумма делится на 10 правильно 40 n делится на 10 значит р тоже должно делиться на 10 поэтому р равно 10к можем заменить да и это тоже делится на 10 потому что два слагаемых делится на 10 сумма делится на 10 значит с тоже делится на 10 поэтому с равно 10 п тоже заменим это я для того чтобы сократить на 10 ну чуть удобнее будет рассуждать давай теперь делим на 10 давай теперь делим на 10 получаем что 4 n плюс к равно n плюс 77 плюс t и равно 102 сейчас я сейчас я рамир дойдем решим побольше задач и я чего-нибудь попробую предсказать как вот я это вижу такс ну здесь уже понятно что какими-то оценочками можно воспользоваться да ну например n плюс t равно 25 правильно то есть я сейчас хочу какие-то оценочки на n сделать отсюда ну если мы считаем что ты не равно нулю а я все-таки считаю что не равно потому что иначе бы нам не говорили что осталось коробка не полностью заполнены то получается что n не больше чем 24 с другой стороны 4 n плюс к равно 102 ну значит n довольно большое дело в том что к у нас меньше меньше 10 правильно из этого условия к меньше 10 значит если 4 n плюс к равно 102 то 4 n плюс просто 4 n равно 102 минус к и это больше 92 строго больше потому что отнять мы можем как максимум 10 ну вот значит 4 n больше чем 92 отсюда n больше 23 а ну все значит значит сошлось да значит здесь никакой ошибки не было вот n получается только 24 то есть n строго больше 23 не больше 24 ну такое число только одно натуральное это n равно 24 нам нужно было найти не количество коробок их получается в первом случае 25 а количество шариков ну вот сюда можно подставить тогда тогда s равно 60 умножить на 24 плюс 17 то есть получается 60 на 41 ну значит s равно 0 вот у меня так получилось по-моему такой вариант вы уже указывали в комментариях 2460 результаты первой проверки обычно через неделю-две а вторая проверка она проводится не у всех а у тех кто набрал ну минимальное какое-то количество решенных задач и ее конечно дольше проводят ну то есть там еще спокойно недели-две может пройти то есть прям совсем окончательно они ну скорее всего через месяц если забыл подписать вариант я думаю что разберутся ребят я думаю что разберутся вот ну как бы опять же а чё сложного в целом задачи было то есть такая текстовая задача мы с вами такую кучу раз решали ну самый сложный момент это вот этот написать не n плюс 16 а n плюс 17 ну боюсь что если n плюс 16 то это конечно у вас получается не перепроверили значит себя но у вас еще впереди много олимпиад поэтому сделайте себе такую зарубку на такие вещи тоже обращайте внимание так все ли пока понятно по третьей сдаче давайте плюсики поставим если все окей пойдем дальше решать геома где вы там геометрии вообще увидели ну ладно там была стереометрия были векторы но мне конечно вариант очень зашел как бы давайте каждый год без планиметрии я буду только рад проще разбирать плюс отлично отлично так ну да 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 вот как бы с оценками поаккуратнее ладно пойдемте дальше и вот четвертую сдачу я пока пропущу еще раз я пока без нее решил то есть если будет настроение то порешаем в конце когда я восемь задач разберу восемь задач я уже думаю для победителя будет достаточно вот и соответственно дальше мы уже сможем с желающими поразвлекаться посмотреть как решаются более сложные задачи ну как минимум векторы для большинства звучит странно и типа что вообще как такое делать мы там векторы ну проходили конечно да но такие задачи не то чтобы прям каждый день решает вот поэтому пока давайте векторы пропустим а вот пятая задача мне конечно очень понравилось это прям чудесно такая система в которой надо сделать то же самое что во всех системах ну ладно не во всех но очень часто идея конечно там вопрос достаточно необычный то что надо не найти все тройки а найти значение АВ ну давайте пока на это внимание обращать не будем так получается пятая задача ну хотя там написано ладно АС минус 2 равно 9В квадрат и 3BC тоже минус 2 равно А квадрат ну Максим так бывает вот эти все темы что тут сказать нет Андрей но у нас же еще раз есть другие условия то есть понятно что как бы вы можете сделать такой вывод что шаров от сталькита до сталькита но на самом деле из третьего условия мы знаем сколько их точно потому что никто шары у нас не забирал и соответственно сколько их было в первом случае столько же их в третьем а в третьем мы нашли точное количество и более того пример можно не приводить понятно что так как ответ единственный то такая ситуация возможна поэтому в прошлой задаче мы пример не приводили так ну смотрите а что делать с системой тут намек какой 9В квадрат и А квадрат я очень люблю разность квадратов и понимаю что она раскладывается как 3В плюс А на 3В минус А здесь у меня тоже есть 3В и А так что бы мне их не получить давайте мы вычтем просто вычтем из одного другое у нас еще и минус двойка сократится вообще кайф получаем А минус 3В умножить на С равно 9В квадрат минус А квадрат давайте сразу разложу как 3В минус А на 3В плюс А здравствуйте здравствуйте ну сократить мы не можем да потому что это один из случаев у нас собственно два случая тогда возникает случай 1 это А равно 3В и случай 2 если мы можем сократить то обратите внимание они противоположны мы получаем что С равно минус 3В минус А вот что у нас получилось давайте начнем с первого случая он мне как-то нравится чуть больше то есть подставляем 3В и смотрим что мы имеем собственно подставить на самом деле достаточно в одно потому что они получаются одинаковыми ну можете в голове прикинуть если вы 3В подставляете у вас здесь получается 3ВС минус 2 здесь тоже получается 3ВС минус 2 и справа и там и там 9В квадрат поэтому просто куда-нибудь подставляем получаем что 3ВС минус 2 равно 9В квадрат что нам при этом нужно найти давайте тоже запишем найти нам нужно А на В то есть найти нужно 3В квадрат ну давайте заметим что у нас просто квадратное уравнение получается 9В квадрат так что там минус 3ВС плюс 2 равно 0 у нас с вами получается квадратное уравнение и как бы ситуация следующая с одной стороны такое уравнение получается да а с другой стороны у меня еще получается ну почти такое же уравнение с А А пересмотрите пересмотрите если хотите да вот еще у меня получается уравнение с А да хотя у меня А и равно 3В да поэтому в принципе то же самое второе уравнение которое у нас может получиться это а квадрат минус АС плюс 2 равно 0 да вот ну посмотрим посмотрим да тут конечно хочется что-то сказать про Виета но это если мы будем знать каким-то образом что 3В и А это разные корни у нас как раз таки 3В равно А это мы первый случай разбираем у нас первый случай поэтому очень может быть что нам здесь придется выражать как-то через С ответ вот ну сейчас разберемся да давайте пока второй случай сделаем потом вернемся к первому что у нас во втором случае получается это если С равно минус 3В минус А опять же давайте куда-нибудь подставим ну сюда например а умножить на минус 3В минус А минус 2 равно 9В квадрат так раскрываем скобочки минус А квадрат минус 3АВ минус 2 равно 9В квадрат давайте в одну часть перенесем и сделаем положительным ну типа перенесем туда у нас тогда 9В квадрат плюс 3АВ плюс А квадрат плюс 2 равно 0 ну вот так я подозреваю что у нас просто не бывает потому что тут у нас явно выделяется квадратик ну собственно у нас бы был квадрат если бы было не 3АВ а 6АВ почему решили что А равно 3В исходя из строчки с произведением ну еще раз я либо могу сократить на А минус 3В и тогда у меня получается что С равно минус 3В плюс А либо эта штука равна нулю то есть мы сократить не можем но тогда она равна нулю ну типа вы можете так сделать вы можете перенести как А минус 3В умножить на С плюс А плюс 3В равно нулю и тогда одна из скобок равна нулю вот ну аккуратней аккуратней чего сокращение это уж совсем классика сейчас разберемся про А, С, про один знак здесь мы еще не дорешали я хочу сначала видимо второй случай добить ну он добивается собственно смотрите давайте здесь выделим квадрат для этого мне надо будет не 9В квадрат взять а 9 четвертых В квадрат правильно для полного квадрата для полного счастья беру вот так здесь получается 27 четвертых В квадрат осталось плюс 2 равно нулю здесь мы выделяем полный квадрат у нас получается 3 вторых В плюс А в квадрате все правильно да вроде сделали по коэффициентам тоже сошлось и плюс 27 четвертых В квадрат плюс 2 равно нулю ну тут мы уже получаем что так не бывает потому что левая часть положительна вот левая часть положительна это не отрицательна тоже не отрицательна но двойка точно положительна поэтому на самом деле это больше нуля поэтому так не бывает поэтому второй случай невозможен на самом деле обязательно выполняется первый вот ну и собственно возникает вопрос а правда ли что мы вообще можем однозначно найти А на В или нам придется выражать через С ну давайте смотреть да например вот мы А выражаем какие значения для А мы получаем ну просто здесь чуть приятнее да значит А равно С плюс минус корень у нас еще на С куда кое-какие ограничения появляются для того чтобы дискриминант вообще был не отрицательным поэтому будет С плюс минус корень из дискриминанта С квадрат минус 8 то есть отсюда мы получаем что С по модулю это хотя бы два корня из двух иначе у нас просто не будет корней иначе так тоже не бывает вот ну пополам вот и чё и типа видимо просто интервал потому что смотрите еще раз если я беру А равное 3b ну то есть B я определяю по Ашке я могу решить это уравнение относительно А потом подставить что у меня просто B равно А делить на 3 то есть если у меня есть какое-то значение для Ашки то для Бшки я значение тоже найду вот не 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 про любое это еще пока не понятно потому что у нас как минимум на С есть ограничение значит на Ашку тоже возникают кое-какие ограничения поэтому нельзя сказать что прям любое но на самом деле как будто бы лучше выразить С то есть смотрите на С что мы получаем мы получаем что С квадрат должен быть больше либо равен 8 то есть С меньше либо равно чем минус 2 корни из 2 и С или С это хотя бы 2 корни из 2 да у нас получается вот так не ну что значит Гу найдем АБ мы уже знаем что у нас в нашем случае получается вот такое равенство поэтому найти нам нужно либо 3b квадрат либо А квадрат делить на 3 ну как бы либо просто А квадрат понятно что разницы никакой особо нету значит почему можно выразить Сшку почему это может быть полезным потому что тогда зная ограничение на Сшку мы видимо получим ограничение на Ашку а зная ограничение на А мы найдем все возможные значения там ну через А если выражать это А квадрат на 3 видимо так вот вообще кстати интересно да я так подозревал что у нас просто А и 3b должны быть различными корнями уравнения квадратного но у нас то получается что наоборот эти корни одинаковые вот поэтому как бы не знаю может какая то опечатка прокралась в условии я не думаю что имелось ввиду вот это что нужно вот это вот сейчас доделывать ну ладно сейчас сейчас добьем сейчас разберемся так значит хорошо Сшку давайте выразим значит у нас АС равно А квадрат плюс 2 получается что С равно А квадрат плюс 2 делить на А то есть А плюс 2А вот что у нас получилось вот что у нас получилось и это должно быть меньше либо равно чем минус 2 корня из 2 или больше либо равно чем 2 корня из 2 ну как бы ну это какие то А нам убирает конечно например я понимаю что А не может равняться двойке да потому что если А равно 2 то С равно 2 а это у нас не подходит для любого Б существует С что такое уравнение верно для любого Б существует С ну вот смотрите значит давайте так через А допустим у меня А равно 1 да допустим что у меня А равно 1 А равно 2 А равно 2 тогда получается что С равно 2 тогда мы здесь получаем уравнение А квадрат минус 2А плюс 2 у него нет решений поэтому как бы это неправда да сейчас сейчас дайте я осознаю немножко мне тут коллега пишет Александр Владимирович да сейчас сейчас говорят что я что-то подставил не так возможно возможно сейчас перепроверим что у меня там должно было получиться то есть я честно скажу что я думал что должно по итогу Павиету решиться типа что разные корни и их произведение мы знаем что это там 2 девятых условно говоря вот но здесь видимо имелось ввиду что другое ч ч так а это есть это есть а а а а а а равно 2 а все 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 я понял я понял на самом деле кажется мне как раз такое ограничение на цешку и появится да то есть как раз таки это именно два корня из двух если мы подставим а равно корни из двух все 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 конечно конечно ну да ну странно немножко но ладно короче да смотрите значит что у нас получается а вы правильно говорите что получается возьмем любую ашку возьмем любую ашку у нас есть цешка при которой это ашка будет корнем вот этого уравнения то есть вот у нас то как выражается c через а вот поэтому если мы зафиксируем любое а ну больше нуля надо наверное сказать что а и b не по нулю потому что если мы возьмем ноль то у нас минус 2 равно нулю то есть рассмотрим любое значение а ну можно например для простоты положительное тогда вот у нас есть конкретная цешка тогда при c равном а плюс 2 от их вот это уравнение имеет решение ну это просто мы равносильно преобразовали мы там в какой-то момент поделили на а поэтому пользуемся тем что а не равно нулю вот но при c равном а плюс 2 от их у нас вот это уравнение имеет решение можно под даже честно это c подставить в это уравнение мы получаем а квадрат минус а на а плюс 2 от их плюс 2 ну действительно это равно нулю то есть это сходится ну а бэшка соответственно будет равна трем а б у нас будет равно трем а и то значение которое мы ищем ой б равно а на 3 б у меня равно а на 3 искомое значение это а квадрат на 3 ну как бы если мы можем подставлять любое а больше нуля то понятно что а квадрат делить на 3 принимает просто все возможные положительные значения вот поэтому мы доказали что наше произведение равное вот этому числу оно не может равняться нулю если а равно нулю то б тоже ноль и тогда у нас здесь противоречие получается оно не может быть отрицательным потому что это квадрат на 3 а любое положительное значение достигается поэтому по итогу получается что ответ а б любое положительное ну окей окей ну вот странная немножко задача там же наверняка что-то можно было сделать что-то сказать в условии чтобы у нас получалось типа два разных корня этого уравнения ну фиг знает ладно сомнительно но окей нет ну так бывает да то есть такие задачи тоже существуют такой мы тоже должны уметь решать ну ладно да а на этапе а равном 3b домножить на b что именно домножить на b мы могли вот это уравнение решать относительно b все то же самое короче еще разок да кто не понял как мы добили задачу вот мы дошли до этой строчки вроде понятно как ну просто подставили сначала я бэшку выражал но чуть приятнее бэшку выразить через ашку и получить вот эту строчку и тогда мы говорим следующее ну вот допустим у нас а какое-то число давайте пока возьмем положительное тогда у нас есть значение с вот такое при котором данное уравнение обращается в равенство потому что вот мы вывели что с это а плюс 2а 2а тых и у нас получается просто равенство значит тройка чисел а а на 3 и а плюс 2а тых являются решениями данной системы тогда произведение а на b равно а квадрат на 3 но такая штука может принимать все значения не отрицательные если а положительное то действительно все хорошо но вот если а равно нулю то мы не можем поделить на ашку и вообще а не может равняться нулю потому что у нас получается минус 2 равно нулю ну соответственно а не равно нулю b тогда тоже не ноль значит значение ноль не достигается а все положительные значения действительно принимаются вот а b равно 3b квадрат это мы уже получили это мы уже получили но еще раз нам же надо как-то объяснить почему действительно все положительные значения достигаются я это объясняю тем что привожу конкретный пример тройки который точно подходит я говорю что нам подходит а б равное а на 3 и c вот такое вот у нас да подставляем и система превращается в два верных тождества ну и все с нулем а не знаю кстати может быть за это будет как-то плюс-минус ставится непонятно непонятно по хорошему конечно нельзя засчитывать но почему мы не рассматриваем видимо меньше нуля а мне даже не нужно их рассматривать еще раз в принципе мы уже доказали что наше выражение это а квадрат делить на 3 мы знаем что оно не отрицательно мы доказали что любое положительное значение оно принимает а ноль не принимает но при отрицательных а у меня будет то же самое что при положительных на самом деле неважно тут можно написать любое а не равное нулю потому что я реально пользуюсь только тем что а не равно нулю потому что я подставляю вместо цешки а плюс 2 от их и получается вот такое выражение ну окей окей чуть-чуть странновато я думаю с этим мы как-то согласились но решаемо главное догадаться вычесть ну и соответственно аккуратно все эти случаи разобрать понять что второй невозможен а из первого у нас сразу получается что эта штука не отрицательно ноль не бывает мы доказали а любой положительно подходит мы это тоже доказать вот так да давайте к следующей а то иначе мы не успеем разобрать все задачи ну трига конечно такая смешная немножко в целом как не говорил да вариант скорее всего я говорил две недели назад дадут не самый сложный пока я думаю что мы готовы с этим согласиться да у нас синус 88 пи квадрат делить на x равно 1 делить на косинус 3x да нормально вадим ну ты че турики никто не обязан давать честно скажем ты че в каком-то смысле было то что планник был таким своеобразным ну ладно ладно как бы тоже мнение тоже может быть разумным ну типа чё какая разница все равно вас в универе планиметрии не будет правильно зачем тогда вуз вообще от отбирать по знанию планиметрии так давайте напишем что косинус 3x не равен нулю и домножим на него тогда мы получим синус 88 пи квадрат делить на x умножить на косинус 3x равно единица ну какие у нас здесь возможны решения у нас синус и косинус от минус единицы до единицы поэтому левая часть ее модуль не превосходит единицу а равняться единице он может только когда это один на один или минус один на минус один ну то есть оценка причем самая простая да но в девятом классе понятно что такое вы вряд ли решите да вопрос тригонометрии еще не проходили на должном уровне так в качестве определения через прямоугольный треугольник а тут нужно немножко другое вот можно и без умножения да можно сказать что эта штука по модулю меньше ли мы равна единице но неважно неважно как угодно оценили давайте разбираться что у нас должно случиться что было один на один или минус один на минус один вообще я предлагаю так сделать я предлагаю записать условия что одно плюс минус единица и другое плюс минус единица надо чтобы они сейчас совпадали то есть пара один минус один мне не подходит но как бы разберемся по ходу дела разберемся по ходу дела потому что ну вот например косинус трех икс да я говорю что он равняется плюс минус единица ну соответственно косинус у меня плюс минус единица точках вида пика то есть тут и тут значит 3x равняется пика где к целая вот еще раз я не разделяю сейчас один и минус один потом просто поставим разберемся значит x это пика на 3 и теперь вот этот x мы подставляем сюда нам конечно сказать что еще x не равен нулю ну например надо сказать тогда что к не равно нулю целое но не ноль так подставляем сюда получаем 88 и квадрат делить на пика и умножить на 3 мы делили на x поэтому умножаем на 3 синус должен равняться плюс минус единица значит синус у нас живет вот здесь то есть это должно равняться и пополам плюс и н при некотором целом н мы понимаем с вами что подойти могут только такие иксы мы не знаем правда какие здесь ограничения на к но явно не все к подходит чтобы разобраться какие подходят мы подставляем сюда я говорю что синус равняется плюс минус единица значит аргумент то есть вот эта штука должна быть равна и пополам плюс пи н вот как раз теория чисел да вы ее потеряли может просто не заметили сейчас мы сократим на пи значит у нас здесь сокращается вот так потом мы сокращаем на пи итого 3 на 88 делить на к равно 1 2 плюс н ну то есть мы должны как-то получить подставить такое к чтобы слева выражение было полу целым целое плюс 1 2 вот эта штука должно быть целым плюс 1 2 ну каким должно быть к давайте разбираться значит нас и на 88 это 3 на 11 на 8 и мы делим на к как нам получить плюс одну вторую понятно что ведь в качестве к нам надо подставить 8 на 2 до возможно умножить на что-нибудь еще то есть здесь точно должен появиться множитель 16 иначе у нас не получится по итоги по итогу знаменателя 2 то есть это можно представить как 2н плюс 1 пополам да то есть скажем так после сокращения должна получиться вот такая дробь да вот так наверное проще всего понять вот здесь у нас что-то явно должно сократиться и должна получиться такая дробь у нас был четный числитель у нас был четный числитель в знаменателе должна получиться двойка значит к делится ровно на 16 и не делится на 32 то есть мы получаем что к это 16 на что-то на что на что еще мы можем домножить к напомню что ничего лишнего в знаменателе остаться не должно то есть все остальное должно сокращаться значит 16 есть вариант что еще может быть 16 на 3 правильно тройка может сократиться 16 на 11 ну и 16 на 33 теории наверное это есть 176 и 48 ну кажется да да с минусами тоже да да все правильно молодцы то есть не забываем что эта штука может быть и отрицательным поэтому плюс минус 16 плюс минус 16 на 3 плюс минус 16 на 11 плюс минус 16 на 33 почему еще раз не может быть других давайте проговорим если в к другое значит нем точно должен быть множитель 16 если оно не одно из этих чисел то либо в нем несколько раз встречается число 3 или число 11 тогда она останется в знаменателе она не сможет сократиться либо там просто какой-то другой простой делитель который там и останется и тогда такой вид мы с вами не получим поэтому чисто в теории у нас 8 различных значений но теперь мы должны что-то сказать про то что по знакам да у нас должно сойтись то есть либо 11 либо минус 1 минус 1 у меня пока что здесь учтены также случаи плюс 1 и минус 1 вот ну давайте с этим разберемся на самом деле я думаю могу здесь сразу знак определить потому что если 3x вот такое если к делится на 16 то в частности к делится на двойку давайте напишем мы доказали что к делится на двойку на самом деле даже на 16 тогда 3x ну короче тогда кость минус равен единице так сразу напишу осознали минус единицу мы уже получить не можем минус единицу у нас бы получилось если бы здесь было нечетное k а у нас к только четное значит косинус обязательно с единицы идет ну и соответственно надо проверить чтобы синус тоже равнялся единице так а что это означает что это означает это видимо какое-то ограничение на n нам дает правильно а как неприятно это проверять все конечно значит мы получаем что тогда чтобы синус равнялся именно единице нам должна подойти вот эта точка то есть n должно быть вида 2t n должно равняться 2t то есть мы получаем с вами что 3 на 88 делить на k должно равняться 1 2 плюс 2t вот такая штука ну и соответственно подставляя разные значения k мы можем просто перебрать и посмотреть для какого получается четное число здесь для какого нечетное ну можно еще одну вторую конечно отнять да ну или просто уже перебрать ну условно говоря как мы перебираем подставляем k равно 16 давайте я что-нибудь подставлю для примера а полный перебор проводить не буду вот k равно 16 у нас что получается 3 на 88 и 16 сокращаются значит на 8 получается 33 вторых должно равняться 1 2 плюс 2t ну да t у нас равно 16 поэтому такое k нам подходит то есть решение случилось а вот например видимо если k равно минус 16 то не подойдет вообще вообще в каждой паре у вас одно короче с одним знаком подойдет с другим не подойдет видимо так должно быть вот прям минус 16 подставить и вы получите минус 33 вторых должно равняться 1 2 плюс 2t ну если перекинуть в левую часть то получается минус 34 вторых то есть минус 17 равно 2t а так не бывает вот поэтому k равно 16 подойдет k равно минус 16 не подойдет вот у меня даже совпало по ответу ну и дальше проще всего каждую пару проверить и честно найти какие подходят какие не подходят да 8 8 да спасибо смысле 2t 16 конечно спасибо задать a b через c ну не очень правильно да потому что у вас c это не какое-то данное число да типа дано c известно что что выполняется такое-то условие вы выразили вас просто спрашивают найти возможные значения a b вот поэтому по-хорошему вы без какой-то новой перемены должны просто сказать что вот такой-то интервал почему коснет равен только единица вот мы уже нашли возможные значения k в этот момент мы не знали 1 или минус 1 решали вот так и у нас получилось что k четное но если у вас k четное ну как бы 3x по сути делится на 2pi то мы тогда получаем что именно нам подходит вот эта точка то есть при данных значениях k у вас точки где косинус минус 1 не получается у вас получается только вот эта точка ну пойдет да ничего супер сложного даже какие-то элементы теории чисел как раз были в целом ну как бы да да условно говоря не знаю вот мне кажется просто фразу задача оформляется в чистовик помните я вчера говорил что не надо заниматься переписыванием да бывают задачи где сразу можно в чистовик писать вот по по-моему сразу с этого момента я бы лично оформлял в чистовике потому что ну понятно что она решится понятно что там к мы найдем понятно что дальше надо будет проверить чтобы не терять время лучше такое сразу в чистовик писать забыл перебрать отрицательные я боюсь что это что-нибудь типа минус плюс я как бы очень жалко но наверное это все таки не плюс минус это сильно влияет на ответ как минимум ну вадим чушь вы чушь 8 вариантов чего пугаться то чушь вы так ну опять же да просто если чё-то где-то не получилось главное делать правильные выводы не надо себя в чем-то винить ругать вы молодцы уже что участвуете таких олимпиадах до 99 процентов ребят просто сдают егэ и вообще ни о чем вокруг не думают да и даже кигать не особо готовится а вот вы уже молодцы просто надеюсь что у вас еще будут олимпиады впереди и вы где-то правильные выводы сделаете ОМО объединенная межвузовская математическая олимпиада да 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 я очень старался не сказать вы все уже победители но у меня не получилось наименьшее значение функции для неотрицательных чисел x1 x2 и так далее x2024 сумма которых равна к равно 2024 на 2025 ну как бы классика в каком-то смысле да наверное даже два решения здесь расскажу плюс 2024 квадрате значит сумма равна к по сути такая вот альтернативная задача на параметр сумма равна к и минимальное значение вот этой штуке равно 2024 на 2025 два раза x2 да спасибо спасибо поправился спасибо ну вообще если у вас есть вот такое выражение а квадрат плюс b квадрат и корень из этого что это вам напоминает о чем вы можете подумать на курсе мы такое точно делали да такие задачи мы точно решали ну наверное про графики до рисования графика про то что на там при определенных обстоятельствах это там либо график отрезка либо еще что-нибудь такое кбш и всякие неравенства между среднем арифметическим среднем квадратическим это тоже хорошо тоже хорошо но давайте пока наверное такой геометрический способ сделаем где опечатка условия чего не нравится никс квадрата x ох не знаю не знаю вообще без понятия как это будет оцениваться боюсь что ну как бы исходную сдачу вы не особо решили поэтому выше минус плюс вряд ли ну давайте попробуем значит решить геометрически да попробуем решить геометрически а так тихо а или геометрически сначала сначала попробуем через максим олегович здорово я уже написал на что геометрии нет как бы так что вам конечно такой вариант бы не понравился давайте сначала так через оценочки попробуем не знаю правда получится не получится да через к большому или через пост неравенство средних для двух чисел давайте сначала так попробуем а потом если чё геометрически значит смотрите как мы можем оценить вообще вот такую штуку мы ее можем оценить как а плюс b пополам если бы здесь было вот так это называется неравенство между средним квадратическим и среднем геометрично среднем арифметическим доказывается эта штука ну например возведением в квадрат на просто а квадрат плюс b квадрат пополам больше либо равно чем а квадрат плюс b квадрат плюс 2b делить на 4 ну да нажать на 4 переносите получаете а квадрат минус 2b плюс b квадрат больше чем равно 0 чем мне не нравится почему у меня есть подозрение что так может и не сойтись дело в том что равенство в данном неравенстве достигается когда а равно б то чтобы так мы решили задачу нам нужно чтобы x1 получался равен единице x2 равен двойки x3 равен тройки и так далее но кажется у нас тогда другое немножко значение для суммы получится не то которое мы хотим у нас же получится корень из двух на сумму всех чисел нам а это кажется не совсем то что мы хотим то есть мы докажем что она как минимум такая но что нам это даст я вот не совсем понимаю пока если мы просто воспользуемся таким неравенством а средних то боюсь что может и не сойтись но можно по-другому попробовать можно по-другому попробовать сделать можно попробовать непонятно будет ли это минимум до непонятно будет ли это минимум может нам надо взять короче еще раз почему я не бегу применять вот это неравенство если мы его применим у нас отовсюду вылезет корень из двойки у нас получится корень из двойки на сумму чисел правильно при этом равенство здесь достигается когда а равно b то есть тогда у меня x1 должен равняться единицей 2 равняться двойки и так далее тогда их сумма будет равна 2024 на 2025 пополам и на корень из двух но это же не то что я хочу вот поэтому на самом деле видимо можно применить неравенство для четырех чисел я вот только думаю что именно разложить сейчас значит где мне будет достигаться если я возьму x1 равно 1 x2 равно 2 x3 равно 3 и так далее их 2024 равно 2024 что у меня получится давайте посмотрим у меня получится что сумма равна 2024 на 2025 пополам вот а минимальное значение равно корень из двух на эту сумму ну как бы не совсем то что мы хотим да с этим можно побороться кажется что можно и x и домножить на корень из трех чтобы нас сумма домножилась на корень из четырех то есть домножилось на 2 чаще чаще хотя просто хочу взять такие вот ну да видимо надо взять если я возьму x1 равное 1 на 3 x2 я возьму равное 2 на 3 x3 равное 3 на 3 и так далее или на корень из трех возможно нет на 3 наверное да на 3 на корень из трех на корень из трех вот так вот таком случае кажется что мы получим примерчик да что у нас будет вылезать из одной скобки давайте посмотрим если я беру значит в качестве x катого к умножить на корень из трех у меня получается что x катого квадрате плюс к квадрате корень из этого равно корень из 3к квадрат плюс к квадрат ну то есть равно корню из 4к квадрат у меня к положительное число положительное не отрицательное да и получается 2к квадрате ой да лучше конечно к не использовать n лучше использовать да потому что такая у нас занята занята а вот это хорошо это на самом деле хорошо потому что тогда мы получим как раз ту сумму который мы хотим только я не уверен что у нас будет достигаться именно минимальное значение ну сейчас напишем неравенство сейчас я думаю что все получится то есть еще раз вот при таких значениях иксов у меня во-первых значение функции равно в точности 2024 на 2025 потому что еще разок у меня каждый корень равен 2n то есть первый кой корень будет 1 на 2 2 2 на 2 дальше 3 на 2 и так далее сумма у меня такая получается 1 плюс 2 плюс 3 плюс так далее плюс 2024 и это в точности то что надо 2024 на 2025 вот вопрос будет ли это минимумом да будет ли это вообще минимумом если соответственно сумма ну чему равно к чему равно сумма этих чисел давайте посчитаем к у меня равно корень из 3 на 1 плюс 2 плюс 3 плюс так далее плюс 2024 ну вообще должно получиться если мы напишем неравенство средних не в таком виде а для 4 слагаемых я думаю что все получится значит давайте мы вот такое неравенство напишем xn в квадрате на 3 плюс xn в квадрате на 3 плюс xn и а или блин или не получится сейчас может не получится может не получится ща погодите ох что-то тут есть одна тонкость на вот с этим давайте так давайте сейчас пропустим что-то я тут туплю перед вами давайте мы остальные решим потом к этой наверно вернемся отчета я тут с этим решением туплю и вообще не уверен сойдется или не сойдется может конечно геометрически попробовать да можно попробовать геометрически но так тоже я чет не уверен что сходится ну давайте так давайте пока посмотрим на восьмую или девятую или десятую простое найдем вот давайте функцию решим а потом к это если что вернемся я пока про призеры не говорил но по моим ощущениям да вот вот давайте хорошо сейчас я готов сказать ну наверное 5 задач вполне можно было решить сейчас мы шефу решим поймем что она просто супер легонько сейчас фуку сделаем то есть ну 5 наверно да если не повезет по 6 4 как прошлом году конечно вряд ли на все-таки много было достаточно приятных задач побед ну там наверно как бы если 5 призер то стандартно почти всегда получается что 6 2 диплом 7 победитель ну первой степени поэтому очень может быть что вот так давайте еще раз к 7 вернемся давайте функцию решим потому что она прям ну прям не сложно значит нас выполняется вот такое равенство f от 5x минус y и все сдачку ну может мне в личку прислать как-нибудь но я не берусь сказать что в ближайшую там неделю ее посмотрю у меня сейчас интенсивка фистех уж начинается а смотрите у нас с вами три неизвестных звучит как полный отстой давайте мы чего-нибудь сделаем чтобы у нас приравнялись какие-нибудь два аргумента у нас аргументы пока что как будто разные но мы с вами можем подставлять любые значения вместо икса и игрека давайте чего-нибудь подставим чтобы у нас например x равнялся 5x минус y хочу чтобы x равнялся 5x минус y ну значит мне надо взять y равный 4x давайте мы такое подставим я не хочу прям подставлять конкретные значения понятно что можно подставить 00 да но я хочу чтобы у меня одна переменная осталась тем не менее получились два равных аргумента то есть подставим вот такой y что мы с вами имеем f от x на f от 4x равно f от x ну вк да или там еще куда-то телегу ну наверное лучше вк мы получили вот это равенство какие выводы из него мы можем сделать либо мы можем сократить на f от x и тогда f от 4x равно единица или сократить не можем и тогда f от x равно нулю важно понимать следующее в разных точках чистых теорий может быть по-разному я конечно сейчас докажу что у нас либо всегда функция во всех точках 0 либо во всех точках единица но чисто в теории почему бы не быть такому что где-то 0 а где-то единица давайте предположим что хотя бы в какой-то точке пусть существует x нулевое такое что f от x нулевого равно нулю то есть пусть где-то функция принимает значение равное нулю ну давайте докажем что тогда функция везде 0 подставим такое значение например вместо икса то у нас получается f от x 0 на f от y равно f от 5 x 0 минус y это 0 поэтому неважно чему равно f от y левая часть 0 равно f от 5 x 0 минус y и теперь смотрите что происходит x 0 фиксировано а y я могу брать любое но тогда понятно что меняя y я получаю в качестве аргумента функции все что угодно меняя y в качестве аргумента то есть в качестве 5 x 0 минус y можно получить любое вещественное число ну а тогда мы доказали что для всех точек f от функции от этих точек равна нулю то есть тогда везде f от t равно нулю то есть если существует хотя бы одна точка которая функция обнуляется мы подставляем это значение вместо икса получаем вот такое равенство и в качестве вот этого аргумента меняя y понятно что любую точку можно получить значит с этим случаем мы разобрались функция тождественной 0 нам подходит ну да все хорошо это случай разобран получается нам остался случай если не в одной точке функция не равна нулю но это значит что при любом x m от 4x равно единице ну то есть получается тогда что во всех точках функция равна единице потому что в качестве 4x опять же мы можем любой аргумент взять меня иксы мы все возможные вещественные числа в качестве 4x получаем так как 4x может быть любым вещественным то функция везде равна единице но это нам тоже подходит если функция везде единица то мы получаем 1 на 1 равно 1 тоже подходит то есть нас два ответа либо везде функция равна нулю либо везде функция равна единице f от x на f от 8x ума как сложно очень сложно он так тоже может вот ну минус один все-таки нет мы доказали что минус один у нас тут не бывает понятно вообще решение ну чуть ли не самая простая сдача варианта если мы фурбот работали хоть немножко то это прям супер легко придется 4 но очень вряд ли очень один век по фурам да да то есть ну реально просто учишься тому что фуры что-то можно подставлять и хоть какой-то логике этих постановок и все случае разобрал в конце забыл но смотря как вы это написали да если вы действительно просто в конце в ответ забыли написать еще одну функцию которую вы до этого получили то это не так страшно но если вы где-то этот случай пропустили то очевидно что у вас будет верхний минус по задаче но гайсар красава так это была фура и еще десятую давайте посмотрим потом вернемся к задачам которые мы пропустили к 4 7 и 8 для любого случая плохое доказательство ну понятно что вам вряд ли что-то за это поставит 10 мне кстати тоже очень понравилось и я ее недавно ну похожую задачу очень похожую по камеру у меня решение такое что похоже разбирал на интенсиве к регионалке правда восьмом девятом классе но сейчас вообще разберемся может лажь неравенством ломано решается до восьмая мысли 7 наверно да denis ну наверно наверно да я хотел просто алгебраический способ насчет с алгебраическом я не особо получилось вот поэтому давайте это вернем вернемся вернемся мы к седьмой задачи не переживайте сейчас сначала только десятую решим и все будет хорошо так что у нас первое равно единице и а n плюс 1 минус а n по вот такой формуле вычисляется корень из а ного плюс а n плюс 1 вот да 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 никит я понимаю что он так решается мы сейчас придем к задача вы нас видимо это с задержкой слушайте придем к этой задаче и так и сделаем так то она точно понятно что решается на 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 такс ну чё наверно в квадрат надо завести правильно наверно надо завести в квадрат давайте попробуем это сделать ну у нас во первых получается что а n плюс 1 больше либо равно чем а n и наверно даже строго больше но наверно мне хватит и такого и тогда мы можем возвести в квадрат и у нас получается 1 в квадрате минус 2 а n плюс 1 плюс а n в квадрате равно а n плюс а n плюс 1 вот так ну похоже на квадратное уравнение да причем в чем фишка этой задачи она может быть квадратным как относительно а n так и относительно а n плюс 1 ну и они получаются вообще говоря одинаковыми так вот давайте мы такое же условие запишем для чисел n минус 1 и n то есть по сути подставим n равное n минус 1 запишем для двух предыдущих чисел какое условие у нас получается значит подставляем n равное n минус 1 тогда у нас n плюс 1 превращается в n а n превращается в n минус 1 ой я не написал до 2 а n на 1 1 плюс 1 минус 1 в квадрате равно а n минус 1 плюс а n да 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 опечатка сорян ну вот смотрите сюда внимательно представьте себе что а n это фиксированное число давайте я все вхождения а n выделю представьте себе что это фиксированное число тогда числа а n минус 1 и а n плюс 1 являются корнями одного и того же квадратного уравнения сейчас я его напишу это т квадрат минус ну чтобы на сайт плюс первым было да минус 2 а n плюс 1 на t и плюс а n в квадрате минус а n вот посмотрите внимательно на первое условие на второе первое условие получается если вы тэшку замените на а n плюс первое ну ровно но да получается вроде не обманул а n плюс первое если перенести то так и выходит посмотрим на второе условие в нем тэшка равна а n минус первому значит мы получаем следующее а n плюс первое и а n минус первое это два корня вот этого уравнения было бы неплохо понять почему различные корни да если бы я знал что строго больше то это конечно будет правдой но давайте так скажем почему все таки я могу строгий знак здесь поставить ну например потому что а первая единица соответственно если даже они не строго возрастают то каждое следующее положительно тогда мы понимаем что здесь не может быть сумма 0 тогда эта сумма строго больше нуля поэтому я понимаю на самом деле что они строго возрастают да спасибо хорошо так нормально так я постараюсь все найти особенно если ввк вас тоже зовут дмитрий гурбан то я справлюсь найти сейчас я зафоткаю чтобы не забыть вот поняли с этими двумя корнями что произошло ну то есть если это различные корни одного и того же квадратного уравнения то для них можно написать теперь теорему вието ну наверное суммой мне будет чуть поприятнее да работать чем с произведением то есть тогда я получаю что а n минус первое плюс а n плюс первое это минус этот коэффициент то есть равно 2а n плюс 1 ну в разных случаях нас по-разному у нас здесь 2а n плюс 1 могу повыше написать чтобы было понятно что это не к индексу вот ансар оценил остальные оценили прикольную мысль то есть написав два соседних уравнения мы получаем что к обоим можно относиться как к уравнению относительно в одном случае а n плюс 1 в другом случае относительно а n минус 1 при коэффициенте а n вот наверное как то по другому это тоже можно получить наверняка можно как-нибудь вычитанием получить там сократить на что-то вот но есть также вот способ через теорему вието ну а если мы это доказали то дальше я думаю в целом уже не очень сложно да что такое а n плюс 1 давайте выведем это 2а n лучше так напишу это а n плюс а n минус а n минус 1 и плюс 1 хорошо хорошо спасибо тогда за фотку что алексей глупанта вот ну нам как бы надо еще а второе найти чтобы потом все посчитать по рекуррентной формуле ну давайте посчитаем а второе потому что надо тогда подставить просто в качестве единичку значит а второе минус а первое то есть минус 1 равно корню из а второе плюс 1 возводим в квадрат получаем видимо квадратное уравнение опять же а 2 в квадрате минус 2 2 плюс 1 равно а 2 плюс 1 единички сокращаются и мы получаем что а 2 чё там квадрате минус 3 а 2 равно нулю ну собственно а 2 равно нулю либо а 2 равно тройке 0 нам не подходит потому что тогда у нас здесь получится минус единица а 2 равно нулю или а 2 равно тройке это нам не подходит поэтому а 2 у нас троечка вот ну вот я как бы общую формулу то и вывел через два предыдущих ну и соответственно как у нас идет 13 что такое следующий член это предыдущий плюс разница между предыдущим и пред предыдущим и еще плюс 1 ну и соответственно дальше мы это уже по индукции докажем да какая у нас здесь формула получается 1 3 дальше видимо 6 ну дальше похоже что 10 до 6 плюс 6 минус 3 плюс 1 10 ну и так далее ну и просто по индукции давайте докажем что тогда а n а n плюс 1 равно n на n плюс 1 пополам вот вот ну то есть просто по индукции сейчас это доказывается база есть если для n это выполнено то что такое а n плюс 1 а n это n на n минус на сейчас нет а n на и вот так записывается а n а n такой да а n тогда а n плюс первое значит здесь подставляем а n на это n плюс 1 пополам плюс разность между а n и а n минус первым то есть n плюс 1 пополам минус n на n минус 1 пополам и плюс 1 ну это можно переписать как n плюс 2 на n плюс 1 пополам ну то есть да действительно по индукции доказывается не сложно не не может быть не может быть 1363 потому что если у вас дальше уменьшается то у вас вот эта штука отрицательна у нас же изначально условия без квадрата и из него следует что каждое следующее больше либо равно предыдущего да да там очевидно что могут быть разные решения то есть я почти уверен что можно вычесть на данном этапе и тоже что-то красивое получится вот вот у меня такой подход просто потому что я недавно эту задачу давал на интенсиве к регионалке ну не эту задачу а с похожей идеи где нужно тоже написать два последовательных условий получить что у вас одно и то же квадратное уравнение выходит вот почему не 0 потому что если 0 то у нас 0 минус 1 равно чему-то не отрицательному поэтому 0 нам не подходит вот вот такая задачка ну пока из того что разобрана все можно сказать мы 7 задач до разобрали но это непростая это как бы не любой решит явно и наверное можно сказать что не очень простая какая там была задача давайте глянем 9 халявка 8 7 мы еще не разобрали 6 нормально 5 наверно не халява за счет не особо стандартного ответа да потому что мы как-то привыкли что ответ это какое-нибудь одно число ну может два да там плюс минус чего-нибудь или просто два случая а тут нас целый интервал поэтому в принципе вот я и говорю поэтому что пять задач наверное вполне может быть на призер вполне может быть каждое значение увеличилось на 2 потом 3 4 5 6 ну запросто запросто понятно что могут быть разные варианты чуть-чуть по-разному решаться давайте вернемся к 7 а то я отчет ее так забросил и не довел но потому что у меня аналогебраически не особо решилась давайте сделаем геометрически решил всю не халяву остальные арифметические ошибки и прочая фигня лучше бы было наоборот да лучше бы решили всю халяву а в остальном как раз можно допустить и всякие ошибки под корнем а через монотонность ну тоже прикольно тоже прикольно наверняка так тоже каком-то смысле это похоже на мое решение да ладно давайте это к следующей тоже почти два часа мы разбираем опять-то точно будем завершаться мне еще перед перед физтехом надо пообедать хотя бы да в общем давайте эту дачу решать более классическим методом не видно то есть геометрически и наверное все как раз должно получиться такс а сумма равна к да ну давайте мы нарисуем графики давайте по отель о y отметим точки 1 1 плюс 2 ну то есть 3 но я лучше так на рису напишу до длина первого отрезка 1 длина 2 2 длина 3 3 длина 4 4 и так далее длина последнего 2024 вот а здесь отметим точки отрезки равные по длине x1 x2 поменьше будет иначе не влезет x2 x3 x4 и так далее и x x2 x4 давайте что уж чем я буду обедать я рассказывать не будут блин я не думаю что кому то может быть интересно да 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 там 포인торы должны были уже ответить. Это хорошо, что они быстро отвечают. Это значит, мы их проверяли сейчас. Вот. Я гляну. Ну, смотрите. В общем, что получается-то? Что такое x1 квадрат плюс 1 квадрат? Это длина вот этого отрезка. От точки 0,0 до точки с координатами x1,1. Если не указал, что а равно нулю не подходит. Ну, если вы его в итоге не взяли в ответ, то я думаю, что это не так страшно, то это скорее плюс-минус. То есть, типа, плохо, что не объяснили, но это все равно правда и как бы объясняется несложно. Я бы сказал, что плюс-минус. Но если у вас что-то более, скажем так, ну, как-то по-другому, короче, то может быть и хуже. Не знаю, в общем, как у вас там оформлено. Так, ладно. Что такое корень из x2 квадрат плюс 2 квадрат? Ну, это длина следующего отрезка, правильно? Что такое корень из x3 квадрат плюс 3 квадрат? Это длина следующего отрезка. Я так, конечно, их рисую, как будто они все на одной прямой лежат. Понятно, что, по идее, так и должно быть, ну, если у нас достигается минимальное значение, да? Но в теории они могут идти наперекосяк. То есть просто для любой комбинации x1, x2, x3 и так далее, x2024, я могу нарисовать вот такой путь. Да, ну и закончится он в точке здесь, вот этой, здесь, вот этой. То есть мы дойдем до вот этой точки. Ну и в конце получится вот такой отрезочек, да? Так, так, пусть вот так. Ну, тогда какая у нас получается оценка на сумму длины этих отрезков? Мы получаем, что сумма длин отрезков, то есть вот это число, больше либо равно, чем просто расстояние от точки 0,0 до точки вот этой. Ну, потому что у нас какая-то ломаная получилась. И ломаная больше либо равна, чем этот отрезок. И более того, понятно, что такие x1, x2, x3 и так далее, x2024, если у меня фиксирована их сумма, я могу подобрать, просто поделив отрезок пропорционально числам 1, 2, 3, 4 и так далее, 2024. Ну, какая у меня оценка получается? Давайте мы ее напишем. Через k я могу написать, потому что координата этой точки равна x1, плюс x2, плюс и так далее, плюс x2024. По условию это у нас как раз равно k. А эта точка имеет координату сумма от 1 до 2024, то есть 2024 на 2025 пополам. Ну и тогда длина этого отрезка больше либо равна, чем корень квадратный из 2024 на 2025 пополам. В квадрате плюс k квадрат. Правильно? Так, понятно, откуда эта оценка взялась? То есть мы действительно сделали эту геометрическую интерпретацию, надо было сразу к ней идти. Я умудрил что-то с алгебраическим методом, но не понял пока как решать алгебраически. Почему тут... Не-не-не, Максим, вовсе не обязательно они по возрастанию идут. Еще раз. Сами отрезки имеют длину x1, x2, x3 и так далее. Кстати, у меня числа не отрицательны. Если какое-нибудь равно нулю, то у меня просто две точки будут совпадать. У меня просто получится такой вертикальный отрезок. Поэтому последняя точка это сумма всех. И по x у нее координата равна k. Вот. Ну и, соответственно, мы знаем, что минимальное значение должно быть равно 2024 на 2025. Ну, соответственно, видимо, я найду k, исходя из уравнения, что 2024 на 2025 должно просто равняться этой оценке. Да. Ну, давайте я сейчас скажу эти дополнительные слова. Еще раз. Вот мы получили какую-то оценку, да, но сразу возникает вопрос, а правда ли, что это действительно минимальное значение? То есть да, это какая-то оценка. Хорошо. Больше либо равно, чем эта штука. Достигается оно или не достигается? Вот в чем вопрос. Ну, на самом деле, достигается. Потому что я при любом k могу отметить вот эту точку с координатами k и 2024 на 2025 пополам. Провести этот отрезок. Провести параллельно 1, 2, 3, 4 и так далее. Получить точки, в которых этот отрезок делится. Опустить вниз и найти нужное значение x1, x2, x3 и так далее, x2024. То есть это значение, оно реально достигается. Ну и тогда мы получаем следующую оценку. То, собственно, вот. Ну, видимо, в квадрат возведем и просто найдем k. Ну, давайте я... Ну, ладно, допишу так. В общем, 2024 на 2025 в квадрате равно 2024 на 2025. Все это в квадрате делить на 4 плюс k квадрат. Тогда мы приносим сюда и получаем 3 четверти. Равно как вон. Ну, отсюда k равно корень из 3 пополам на 2024 на 2025. Как раз это соответствует тому примеру, который я писал до этого, когда мы берем все числа, ну, там, корень из 3, 2 корень из 3, 3 корень из 3 и так далее. Вот. Сейчас, Сергей, давайте по этой задаче на все вопросы, которые есть, я отвечу. И вернемся, если хотите, к фуре. Все ли тут понятно? Или что-то еще пояснить? То есть, ну, я объяснял, да, то, что именно достигается это значение, что мы можем при фиксированном k подобрать такие числа. Поэтому тут как бы... Понятно, почему мы можем от неравенства перейти к равенству строгому. Можно было сначала заменить y на x, а потом заменить y на 4x. Наверное, можно. Наверное, можно. Понятно, что там же решений дофига. Можно было сделать так, чтобы у вас аргумент не x уравнялся, а y куда. Поэтому понятно, что там несколько вариантов решения. Так. Интересно восьмая и интересно четвертая. Да, мы пока две задачи не разобрали. Восьмая первым словом. Какой там... Какой ужас. Вам действительно такое интересно? Может, на векторы посмотрим? Я правда не знаю, получится у меня решить или нет. Так вот в лайве. Ну, если другие цифры, если там подходит такая комбинация, ну, почему бы и нет. Я еще раз, я не все варианты видел, поэтому не могу ручаться, что у вас там лажа или не лажа. Вот очень может быть, что в каком-то другом варианте чуть по-другому получается. Чего бы нет-то. Чего, посмотрим на векторочки или не посмотрим? Там, да, там из интересного замечания сразу можно увидеть, что сумма коэффициентов везде равна нулю. Но вот что это дает, ну, там, где именно в векторах написано. Чего это дает, я прям, конечно, так вот сходу-то не знаю. Не знаю. Ну, сейчас попробуем, наверное, да, плюс-минус в лайве решить. Ну, то есть я на нее смотрел минуту-две. Увидел, что коэффициенты в сумме дают ноль. И как бы решил, что очень классная задача, очень рад за нее. Почему я должен такое решать в первую очередь, да? У меня там явно куча других задач, которые проще. Ну, блин. Веселый многочлен, злой. Обидно. Обидно. Вот. Так, сейчас, секундочку. А-а-а-а. Сейчас. Поехали. Скорее, грустный многочлен. Ну, ладно. Что у нас есть? 9. Так, значит, А1, А2, А3, А4 в одной плоскости с вектором B. То есть, короче, все происходит на плоскости. Имеют равную длину. Отличная длина вектора B. Окей. Известно, что 9А1 минус 4А2 минус 5B равно 0 вектору. Также это равно 16А3 минус 9А4 минус 7B. Тоже равно 0 вектору. Жесть. Значит, нам дают А1 минус B. Что длина этой штуки равна 8. И просят найти А3 минус B. Вау. Давайте. Если что, все, кто ботают к физтеху, о, листочек я выложил. То есть, вы после отдыха можете смело браться снова за задачки. Вот. Ох. Ну да, можно сказать... То есть, что нам дают вот эти векторы? Давайте поймем. Что сумма коэффициентов равна нулю. На самом деле, можно представить А1, если мы все остальное перенесем в правую часть, как 4 девятых А2 плюс 5 девятых B. И вот нам правильно подсказывают, да, что это линейная комбинация, то есть, сумма коэффициентов равна 1. И значит, если мы построим треугольник, в котором одна сторона равна А2, другая сторона равна B, то А1 это получается вектор Чевианы, причем какой? Если 4 к 5, то и здесь отношение 4 к 5, да? Вот эта штука, это А1. Вот здесь 4х, здесь 5х. Или нет, сейчас. Нет, наоборот, наоборот, наоборот я перебуду. Конечно, наоборот, 5 и 4. В смысле, понятно, что так как здесь коэффициент больше, то наоборот мы должны взять ближе к B. Так, очень интересно, очень интересно. А, собственно, то, что разность векторов равна 8, это мне, видимо, дает длину какого-то отрезка, правильно? Это мне говорит, что длина вот этого отрезка равна 8. Вау! Да, всех на ютубе, ссылочка, если что, в описании. Первый веб обычно открытый я провожу. Да, ну, видимо, второй, это тоже треугольничек надо взять. В нем А3 равняется 9 шестнадцатых А4 и 7 шестнадцатых В. Так, вот вопрос то, как их нарисовать. Наверное, было бы хорошо нарисовать B-шку общей, правильно? То есть давайте так перерисуем. Вот у меня будет вектор В. Он будет общим у двух треугольников. Один треугольник я рисую слева, то есть провожу вектор А2 и получаю, что вектор А1, вот я этот просто треугольник перерисовываю, делит отношение 4 к 5. Это А1. И более того, я знаю, что А1-Б это 8, но что такое А1-Б, это длина этого отрезка, правильно? Получается, что это 8, а это 10. И второй треугольник мы нарисуем, давайте, видимо, просто с другой стороны, чтобы у нас B-шка была общей, чтобы они как-то соотносились. Так, рисуем сюда вектор А3. А еще мы с вами знаем, что А2 по длине равно А1 равно А3. То есть на самом деле это еще и равнобедренный треугольник получается. На самом деле. Вау. Ну я уже перерисовывать не буду, но пусть как бы будет как есть. То есть вот это у нас А3. Начаться... Вот так. И в отношении 7 к 9 мы берем. Здесь 9, здесь 7. Здесь 9Y, здесь 7Y. И вот этот вектор будет равняться вектору А3. Вот. Вот и планик, да, получился. Да. И да, мы знаем, что вот эти отрезки равны, и вот эти отрезки равны. То есть это на самом деле одна окружность с центром в этой точке О. От одной точки мы вот такую штукенцию отложили. Вот. Сверху А4. Да, да, спасибо, конечно. Но мы же здесь А4 использовали. Да. Так, все, больше нигде не опечатался. Первая проверка обычно неделя-две. Где-то так. Так, окей. Что нам надо найти? Нам надо найти А3 минус B. То есть нам надо найти, по сути, Y. А4 минус B. Мы знаем, что это 10. Ну, видимо... Что, видимо степень точки, правильно? То есть, типа, вот эти точки лежат на одной окружности с центром в точке О. Ну, я так вот окружность нарисую. Немножко кривовато. Вот. И давайте напишем степень точки P относительно этой окружности. Наверное, я должен понимать, что эта точка P лежит снаружи. Мне для этого как раз... А, нет. Не понимаю, да? Потому что мне не говорят, что длина вектора B больше. Ну, пофигу. А, не, она снаружи хотя бы потому, что вот этот отрезок внутри. Да, потому что она точно лежит за пределами этого отрезка. Все-все-все-все. То есть, когда я буду писать степень точки, ну, или произведение отрезков секущих, у меня действительно все нормально. Вот. Короче, точка P снаружи этой окружности. Ну, и тогда мы получаем, что 4х на 9х будет равняться 9у на 16у. Ну, собственно, нам специально подобрали, чтобы квадратики получались, да? 9 сокращается, 4 сокращается. И у нас получается, что Y равен X пополам. X у нас двойке равнялся, значит, Y равен единице. И тогда получается, что это девятка. Вау. Реальный восторг. Вот мне сейчас Александр Владимирович написал, что он таких задач не видел. И в восторге от задачи. Но я тоже. Я тоже. Очень классно. Ну, вот да, то, что как бы сумма коэффициентов 0, это как раз нам дает возможность вот так сделать. Если вы понимаете, что тогда вы можете выразить этот отрезок, как линейную комбинацию двух других, то, наверное, такую штуку можно нарисовать. Но потом надо еще до окружности додуматься. Вау. Так, все ли понятно? Или надо еще что-нибудь пояснить по этому решению? Можно плюсики поставить, если хорошо все. Если все поняли. Кураторы сбежались. Сбежались. Им понравилось. Это хорошо. Надеюсь, что детям тоже. Ох, стереометрия осталась нам. 9 задач мы решили. Что стереометрия? Как думаете, есть шансы? Нет шансов разобрать еще и стерео? Ну, можем попробовать. Вы мне, если что, поможете, да? Док, идите отдыхайте, конечно. Если что, посмотрите в записи. Решим. Ну, погнали. Погнали, попробуем. Сейчас половина сразу уйдут, потому что стереометрия. Зачем решать стереометрию? Кому это вообще надо? Да? Ну, сейчас будем разбираться. Что у нас тут происходит? Спрашивали, спрашивали. Ну, еще раз, обычно первая проверка, это там неделя-две. Но первая проверка, это еще не окончательные результаты. Отсеивают тех, кто решил меньше определенного количества задач. Очень часто так бывает, что по итогу, вот, как бы, если отсеивают тех, кто решил меньше трех, то обычно... Короче, тогда это означает, что, скорее всего, граница пять задач. По крайней мере, так было последние два-три года. Не знаю, будет ли так в этом году. Что означает первое слово ортогональной проекции? Ну, в смысле, это под прямым углом проецируем. Так, ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является параллограмм с острым углом 60 градусов. Ой, надо будет сейчас это... Прикинуть, что это вообще за... картинка. Значит, вот у нас есть пирамидка. Есть какая-то плоскость. Значит, еще раз, что значит ортогональная проекция? То есть мы проецируем по вектору, который идет перпендикулярно этой плоскости. То есть у нас есть прямая, которая перпендикулярна этой плоскости, и мы, соответственно, проецируем параллельно этой прямой. Вот что происходит. Мы в этом уже говорил, Денис, что, как бы, может быть не очень хорошо, потому что у вас нету в условии никакой цешки. Вот. И поэтому, если вы, как бы, выражаете ответ через переменную, которая у вас в условии не дана, так делать, вообще говоря, не очень хорошо. Вот. Поэтому, как бы, как бы, да. Вот. Так, ну ладно, давайте это... стереометрию решать. Начинать здесь правильная треугольная пирамида. Мы ее на какую-то плоскость спроецировали, и у нас должен получиться параллелограмм. Давайте разбираться. Вот я нарисую, наверное, параллелограммчик с углом 60 градусов. Так, острый угол 60, а так больше ничего не сказали, да? То есть он не то, чтобы однозначно сдается по этому углу. У нас могут быть разные картинки. В общем, острый угол 60 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее боковая поверхность равна 54. Ну, боковая поверхность 54, наверное, мы можем посчитать длину ребра тогда, правильно? Ой, погодите. Нет, что-то... Что-то не так с условием меня. Погодите, дайте посмотрю. Оригинал условия. Сейчас, секундочку. Сейчас я условия оригинальные открою. Где мне скидывали? Так, окей. Надо было... Сейчас, я просто, может, туповат? Или, может, уже после 9 задач что-то не понимаю? Вы меня тогда, если что, поправьте. Еще раз, нам нужно объем пирамиды. И мы знаем площадь боковой поверхности. В чем смысл? В смысле, если у нас правильная пирамида... А, все, 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 все. У нас пирамида же правильная, а не тетрая. Все, 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 все. Все в порядке, я разобрался. А то я уже это начал тупить. У нас пирамида, то есть мы как бы... К сожалению, не знаем, насколько она такая вот вытянутая, да? По сути. Да. Ну, не знаю, что бы я сделал. Можно попробовать через, например, боковую сторону основания и через высоту пирамиды выразить площадь боковой поверхности, да? Приравнять. И дальше получить какое-то условие. И дальше надо будет разбираться, как у нас вообще в проекции может получиться параллограмм, да? Не-не, все нормально, все нормально. У нас же пирамида, а не тетраэдр. Поэтому все окей. Ух. Ладно, ладно. Давайте до того, как что-то считать, попробуем вообще разобраться, как у нас может получиться параллограмм в проекции. Вот это вот главный вопрос. Вот понимаем ли мы, что вершины этого параллограмма в каком-то порядке совпадают с точками A, B, C, D? Давайте вот с этим попробуем разобраться. Понимаем ли мы, что у нас... Сейчас, секунду. Да, что, в общем, прообразами этих вершин параллограмма могут быть только вершины исходной пирамиды. Ну, наверное, это понятно. Потому что, смотрите, допустим, у нас мы спроецировали, и эта вершинка, она спроецировалась откуда-то отсюда, да? Ну, как бы вот у нас тогда есть вся сторона D, C, она как-то проецируется, тогда понятно, что эта точка должна лежать на отрезке. То есть она лежит между образами точек D и C тогда. Но никакая... Но эта точка не лежит на отрезке. Поэтому мы получаем, что в каком-то порядке у нас именно A, B, C, D получилось, да? Вот. Окей. Окей. А в каком порядке знаем мы или не знаем, тоже давайте подумаем. То есть может ли у нас получиться... А, ну не важно, да? По сути не важно. Мы не знаем, где у нас угол 60, то ли он при вершине D, то ли при ней угол 120. Вот этого мы, к сожалению, и не знаем. Окей. Ну, возможно, даже два случая возникает, да? Ладно, окей. Ну, давайте я как-то пока напишу. Пока как-то напишем. То есть пока я не утверждаю, что именно при вершине D получается угол 120. Может быть при ней угол 60 градусов. Угол в основании здесь 60, но мы же не знаем, что он спроецируется именно в угол 60 градусов. Фик же знает, как это будет. Так, а как еще можно воспользоваться тем, что это параллограмм? Вот там была мысль прикольная про точку пересечения диагоналей, да? То есть мы понимаем с вами, что середина проецируется в середину. Что у нас тогда выходит? Мы проведем АС и БД и получаем, что у нас совпали проекции середин отрезков БД и АС. Но тогда как бы понятно, какую проекцию мы проводили. В каком у нас случае две точки совпадают? Ну, только как раз в случае, если вектор, соединяющий две эти точки, перпендикулярен плоскости, на которую мы проецируем. То есть вот этот вот векторочек, В, он перпендикулярен нашей плоскости, на которой мы проецируем. Вот. То есть мы даже поняли, как именно эта проекция происходит. Ох. Стало ли нам понятнее, как решать задачу? Что дальше ХЗ? Я пока тоже, я пока думаю. Не понял, немного про перпендикуляр. Но еще раз, да, давайте посмотрим на точку О, точку пересечения диагоналей. Вот важная мысль, что если у нас изначально в трехмерной картинке есть какой-то отрезок, допустим, АБ, то середина этого отрезка спроецируется в середину образа. Ну, тут лучше написать точки А'Б' со штрих до штрих, чтобы не путаться, да? Но вот если отрезок АБ проецируется в А'Б', то середина М отрезка АБ проецируется в середину М отрезка А'Б'. И тогда получается, что вот раз эта точка О совпала для БД и АЦ, то середина отрезков БД и АЦ спроецировались в одну и ту же точку, в одну и ту же точку О. Ну, а как они проецируются в одну точку? То есть вот у нас есть какой-то вектор, по которому проецируется все это дело, который перпендикулярен плоскости. Значит, они лежат на одной прямой, перпендикулярно этой плоскости. То есть вектор их соединяющий будет перпендикулярен этой плоскости. Вот. Так, сейчас, что вектор В еще перпендикулярен АЦ, это я пока не понимаю, почему так, кстати. Почему он должен быть перпендикулярен АЦ? Понимаете, господин Ф, все остальное мы уже разобрали. Поэтому у нас такого метода уже нет. А, что там у нас получается равнометный треугольник, да? Ну, это если я именно так расставил вершинки. Но, видимо, хотя бы одна из диагоналей, давайте так скажем, хотя бы одна из диагоналей соединяет две точки на основании. Вот. И тогда понятно, что для нее получается треугольник равносторонний, да? И что? И что дальше? То есть вот что еще должно произойти? Надо еще какое-то условие получить. То есть то, что просто этот вектор перпендикулярен плоскости, плоскости, на которой мы проецируем, это, конечно, хорошо, но это еще не гарантирует нам, что получился параллограмм, правильно? Точнее так, параллограмм как раз получается, потому что точки совпали, это уже значит, что диагонали точки пересечения будут делиться пополам. Мы пока углом не воспользовались. То есть то, что это параллограмм, мы уже использовали. Нам пока уголочек у нас пока не использован. Как уголочек нам этот использовать, да? Ну, дальше в координатах можно, конечно, что-то написать, потому что, по идее, мы этот вектор можем выразить через координаты точек A, B, C и D. Можно еще понять, да, что это за вектор. Можно, например, удвоенный вектор нарисовать. А, смотрите, как интересно выходит, да? Вот у нас есть этот вектор. Давайте мы его попробуем удвоить. Давайте мы из точки B нарисуем удвоенный вектор. Куда он будет проходить? По сути, я в треугольнике ADC должен удвоить медиану. То есть я вместо середин могу сделать следующее. Если я точку D симметрично отражу, у меня получится точка D' Да? То вот этот вектор равен 2V. Вот. А, сейчас. И тогда, видимо, нет или да, не знаю. Ну да, C равно A'C'. А, тогда. Так что, а получается правда, что ADC'D' это и есть тот самый париллограмм просто, нет? То есть, смотрите, если мы точку B перенесем на вектор 2V в точку D', то у меня уже точки ADC'D' лежат на одной плоскости. Правильно? То есть, еще раз, что мы сделали? Вот мы выяснили, что вектор перпендикулярной плоскости, на которой мы все проецируем, это вот этот вектор между серединами. Мне захотелось его удвоить, потому что вектор между серединами, серединами, это, конечно, классно, но хотелось бы, чтобы он из какой-то вершины проходил. По сути, мы делаем гамма-третью с центром в точке D коэффициентом 2. Ну, если без этих страшных слов, то вот у нас средняя линия в треугольнике, мы, соответственно, удваиваем медиану DM, получаем точку D', и вот этот вектор в два раза больше, чем вот этот. Вот. Нет, это еще не факт, что сам наш параллограмм, это я еще пока не утверждаю, наверное, но что мы сейчас сделали? Мы, получается, точку B передвигаем на этот вектор, и получаем, что эти точки, они уже лежат в одной плоскости, более того, они уже образовали параллограмм. Так, что это означает? На самом деле, это еще не говорит нам о том, что у нас прямо это и есть проекция, да? Может, у нас, конечно, получится, что этот вектор V перпендикулярен, например, DM, но пока это вроде как не обязательно правда. Это вроде пока не обязательно правда. Сейчас, меня смущает, что у меня угол получился неизвестный, я могу сделать, чтобы угол был 60 в параллограмме, и тогда воспользоваться тем, что... Наверное, могу, наверное, могу. Смотрите, сейчас мы... Мы, к сожалению, не знаем угол ADC, правильно? Мы, к сожалению, пока что не знаем угол ADC, но потому что я, видимо, не тот угол взял. Давайте мы возьмем то же самое, сделаем с точкой B. Во! Во, я разобрался, кажется. Кажется, я разобрался. Короче, вот сюда удлинять мы не будем. Удваивать. Сделаем следующее. Давайте мы лучше медиану BM удвоим. Да? Ой, здесь не надо строчки рисовать. И тогда тот же самый вектор мы нарисуем из точки D. Он будет равняться 2V, и это у нас точка... Ну, давайте K. Так вот, тогда мы получили параллограмм AKCB. Еще раз, что такое точка K? Мы удвоили медиану BM. И вот этот угол у нас 60. А значит, уже вот этот параллограмм, он совпадает с параллограммом, который у нас все спроецировалось. То есть вот это уже будет параллограмм проекции. Потому что если мы его еще как-то будем проецировать, ну, там, допустим, он не параллелен плоскости, то понятно, что у нас угол изменится. Чтобы угол не поменялся, получается вот этот параллограмм лежит в плоскости параллельной той, на которую мы проецировали. Вот такие пироги. Ну, а значит, можно написать условие, что вот этот вектор перпендикулярен плоскости ABC. Ну, а это уже условие, наверное, достаточно понятное. Да. Это уже, наверное, там как-нибудь допинывается. Не знаю. Сейчас. Немножко странно, правда. Откуда угол 60 градусов взялся? Ну, потому что угол ABC 60. Потому что у меня угол ABC 60. Ну да, значит, ДК высота, но, правда, это немножко странно, потому что тогда у нас, ну, вообще-то, по идее... Значит, это не точка D. Сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас осознаем. Блин. Ой, стереометрия. Обожаю. Не-не. Значит, такая картинка просто невозможна. Значит, у нас не AC и B, D диагональ, а что-то другое. Ну, сейчас. По идее же не важно, правильно, какую диагональ мы возьмем? Ну, то есть, еще раз. Хотя бы одно из AC, AB и BC будет диагональю. Правильно? Две... Ну, давайте, не умоляю общность, а считать, что диагональ — это именно AC. Тогда две другие точки — это B и D. Где тогда я не прав? Сейчас давайте понимать. Вот мы взяли, обозначили середину AC буковкой M. Да? Поняли, что этот вектор перпендикулярен плоскости. Удваиваем медиану BM. Получаем, что вектор DK тоже перпендикулярен этой плоскости. Вот. И при этом у нас получается уже параллограмм, A, B, C, K. И у него угол 60 градусов. И у него уже угол 60 градусов. Но тогда у нас должно получиться, что DK параллельно A. Ну и типа все. Сейчас. Листик физтеху, ну, например, в Телеграме я сегодня выкладывал. Отмотайте это где-то в 12 было или в 11. Не, а БЦК точно параллограмм. Потому что мы медиану удвоили. Да, проблема в том, что D проецируется в центр. Немножко странно. Это как-то не соответствует моим представлениям об этом тетраэдре. Ну да, значит, это пока неискомый параллограмм. А что может быть тогда? Сейчас давайте понимать. Вот у нас уже есть параллограмм с углом 60 градусов. Мы дальше по этому вектору проецируем, да? И он как-то еще в параллограмм проецируется. Да не, ну дичь какая-то. Чего-то какая-то дичь. Нам, давайте так. Давайте, наверное, эту задачу оставим. Если дорешаю за какое-то разумное время, то постараюсь выпустить ролик. Вот. Ну или не выпустим. Ну, без одной задачи тоже не страшно. Понятно, что 9 задач это уж точно будет на победителя. Поэтому да, давайте сделаем метод скипа. Тем более, что сколько уже стрим идет? 2,5 часа? Даже 2 часа 40 минут? Разобрали все остальные задачи. Вот. По стереометрии что-то поговорили. Ну, кто-то, ну, можете довести. Можете довести. Вот вам несложные упражнения. Доведите эту задачу дальше самостоятельно. Вот. На интенсиве к физтеху. Ну, кстати, можно будет. Да, до стереометрии у нас еще будет какое-то время. Еще можно будет дорешать. Угол АБЦ может. Да, спрецироваться. 120 это правда. А, ну, видимо, это и произошло. Да, 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 да. Ну, то есть, ну, короче. Ладно, все. Хватит, хватит. А то сейчас мне захочется еще дорешать эту задачу. Давайте на этом остановимся. В общем, чуть меньше, чем через час у нас стартует интенсив к физтеху. Уверен, что очень многие ребята, кто ботали ОМО с нами, хорошо его порешали. Собственно, приглашаю на интенсив к физтеху. Вот. Первый веб открытый. Приходите, поботаем. Порешаем сегодня параметры. Вот. Как-то так. Всем счастливо. До встречи. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok